В какой-то момент именная линейка Джеймса Хардена, как и его карьера, свернули куда-то не туда. И после откровенно слабых пятых кроссовок серии пробовать продолжение, у меня не возникало никакого желания. Но сдержанно положительные отзывы испытавших Volume 7 корешей из-за океанских коллег буквально вынудили меня дать им шанс. Из сегодняшнего ролика вы узнаете, стоило это делать или нет. Привет, друзья! Можно долго рассуждать на тему привлекательности дизайна этих кроссовок. Мне он скорее зашел, чем нет. У них до чертика отсылок к разным моделям от разных брендов. Не стану сейчас все называть, упомяну лишь первые бородачины, которые есть вот этот мой забавный ролик на канале. Признаюсь, впервые взяв в руки Volume 7, я немного прифигел. Нет, не от качества сборки. С этим укросс как раз все более-менее неплохо. Меня буквально поставили в тупик задействованные при их создании материалы. Стремный дешманский синтетический лак в носке. Опять-таки, не самый приятный синтетический нубук в пятке. Море дешманского пластика в окантовке. Толстенный внутренний сапожок из неопрена. Ну и вишенка на торте. Вот это вот какая-то странная парусина в боковой стенке. Как утилогрейки. Реально, какой-то тельник. Что это, именные кроссовки бомжа? Не знаю, что принимали дизайнеры, но выбор задействованных при создании семерок материалов мне показался максимально неподходящим для игровой обуви топового атлета. Да, ритейл всей этой бомжатской темы составил абсолютно нескромные 160 баксов. А между тем, кроссовки Harden Volume 7 для обзора были предоставлены интернет-магазином спортивной обуви и экипировки SD Sports. И на момент записи ролика ценник на них начинался от 17 косарей. Магазин доставляет товар не только с пользу, но и из магазинов США и Европы. Ассортимент представлен в разделе товары в группе ВК. Также популярные модели представлены в телеграм-канале. Переходите на них по ссылкам в описании. Если интересующей модели нет, вам помогут найти ее и привезти. Срок поставки до Питера в среднем не превышает трех недель. После дополнительной проверки посылки отправляют по стране с ДЭКом. SD Sports продает только качественную продукцию и дает гарантию, что покупая у них вы получаете исключительно оригинальный товар. Если окажется по-другому, вам вернут сумму заказа. Все контакты смотрите в описании под роликом. Ни единого намека на перфорации внешки. Плюс толстенный недышащий неопрен. Уверен, одного взгляда на Харган Волюм 7 достаточно, чтобы понять, что бегая в них, вас ожидает самая настоящая плотная баня. Друзья, это не просто плотная баня. Это самая настоящая жопа Африки. Тестируя семерки, я брал на тренинг по несколько пар носков, которыми жонглировал. И немного побегов их можно было буквально выжимать. Взят свой привычный девятый размер, я не прогадал. В длину семерки подошли в самый раз. Но, к сожалению, только не в ширину. Спереди кроссовки ощущаются излишне широкими. Это, безусловно, должно прийтись по вкусу ребятам широкой стопой. Но у меня стопа узкая. А пятирядная шнуровка, к сожалению, плотно зафиксировать стопу не в состоянии. И это, несмотря на скрытый задник. Но в носке-то у нас пространства немало. И компенсировать его даже при помощи шнуровки не получается. В итоге, во время игры носок у меня то и дело погуливал. В семерках мне зашел баланс между протекцией и сгибаемостью. Мобильность в них не ограничена. А значит, мы имеем неплохой перекат носка на пятку и с пятки на носок. Не знаю, как вы, а я обожаю кроссовки с внутренним сапожком. Волим 7 же он не просто есть. Он выполнен из толстого и плотного неопрена. А еще у них буквально тонна набивки. Все это делают седьмые хардены чертовски комфортными на ноге. Ну а комфорт комфорту. Рознь, одно дело комфорт в десятых вейдах, в которых хочется буквально носиться по прокету, как у горелых. И совсем другой комфорт в бородачах. В них скорее возникает желание чилить с корешами на природе, рядом с мангалом и пивчанским. В общем, это такой прям жирный намек на возможную лайфстайловость данной пары. Понятное дело, что весь этот пластик и набивка не могли пройти стороной. Вместе с не самым легким бустом они и нагрузили эти семерки лишними граммами. Именно поэтому цифра на весах, перевалившая за 4,5 сотни, меня ни разу не удивила. Для девятого размера это прям многовато. Не скажу, что во время игры кроссовки прям ощущаются грузиками на ногах. Это не так. И тем не менее, они воспринимаются массивными и громоздкими. А тот факт, что ты бегаешь в чем-то более тяжелом, чем обычно, бросается в глаза. Желая, так сказать, угодить и вашим, и нашим дизайнерам приняли достаточно спорное решение. И в носке этих кроссовок заменили привычный буст на Light Strike. И замечу, что последнего положили не так много. В результате, особенно в носке, мы получили очень достойное чувство игрового покрытия. И в отличие от предыдущих моделей бородача, нога стала ощутимо ниже к игровой поверхности. Подобная конструкция носочной области, безусловно, придется по вкусу быстрым и подвижным игрокам. Но вот массивные, либо прыгающие бойлеры данное решение оценят вряд ли. Начну с того, что изначально у меня были неприятные ощущения в носке при приземлениях. Было это буквально на первой тренировке. Списал это на первоначальный период разбивки. Ведь в дальнейшем никакого дискомфорта у меня не было. Что буст, что Light Strike прекрасно гасили всю ударную нагрузку, действующую на мои стопы. Говоря привычным языком, ничего в себе в них я не пробивал. Но одно дело я со своими 70 с небольшими килограммами, а совсем другое игроки с боевой массой под 90 и выше. Этим ребятам абсолютно точно не хватит амортизации в носке. И это, заметьте, я пока даже не затронул вопрос снижения ресурса. Подметка доставшейся мне версии Volume 7 представлена Ice Soul. С парой пивотальных точек, выполненных из классической резины. Основной рисунок протектора округлые линии, да елочка как раз выше названных точках. Вот ребят, раз то наверное уже говорил и повторюсь еще раз. Ice в большинстве случаев это зло. По возможности выбирайте расцветки, у которых подошва выполнена из традиционного резинового материала. Она меньше цепляет пыль и лучше липнет к паркету. Вопрос носкости затрону чуть позже. В итоге тракция получилась хорошая, но не более того. Пока подметка чистая, кроссовки тормозят хорошо. Но как только происходит запыление, проскальзывание дают о себе знать. Носочная часть с круглой елкой и подами тормозит, понятное дело, лучше. Ну а пятка с ее невнятным рисунком и ледяной резиной как раз и является слабым звеном. Очередное не самое грамотное дизайнерское решение в этих седьмых бородачах. Кроссовки заполучили стабильную основу. Не часто такое бывает, чтобы для бусты и прочих пен трехполосники создавали столь основательную клетку из пластика. Помимо этого у семерок низкая посадка. Задник и пластина рогатка из ТПУ практически на всю подметку, которые сделали их достаточно надежными. Из-за реально высоко поднимающегося пластикового бортика усиленного вот этим зубчиком, переходящим в подошвенный пивотальный пот, мы имеем также достойную защиту от латерального схода стопы. И это наглядно видно на тестах боковой остановки. Вообще, общим уровнем надежности семерок я остался доволен. Как я неоднократно заявлял ранее, Light Strike это не та пена, которая будет долго выполнять свои функции. В итоге, через определенное время она обязательно начнет терять свои свойства. И чем вы массивнее, и чем чаще и выше прыгаете, тем быстрее наступит данный регресс. В результате амортизация в носке просядет. Признаюсь, друзья, сам я бегал в семерках не настолько долго, чтобы данную деградацию застать. Чего не скажешь о наших ребятах, коим это удалось. Причем достаточно быстро. Обратите внимание вот на этот дефект подметки на правой кроссовке. Обнаружив его, я был крайне удивлен. Ведь если природу возникновения всех этих потертостей пластика понять несложно, все-таки баскетбол контактный вид спорта, то наблюдать на ровном месте отвалившийся кусок подметки для меня стало настоящим сюрпризом. Я уже упоминал, что у некоторых расцветок седьмых бородачей подметка представлена не ледяной, а классической резиной. Вероятно, этот тип материала будет более стойким к деструкции. Свои же семерки я тестировал в основном в зале, но на улицу также захаживал. Правда, бегал я в них лишь на гладкой резинке, которая кроссовки ну вот совсем не валит. Именно поэтому носка семерок вызывает у меня опасения. Я абсолютно точно не рекомендую вам тащить их на улицу. По крайней мере, в версиях Saisy Soul. Кроссовки Adidas Harden Volume 7 представляют еще одну спорную игровую модель в бородатой линейке. Это очередная глава книги, которую с каждым годом читать хочется все меньше и меньше. Эти кроссовки очень похожи не на современные игровые модели, а скорее на классические игровые пары из 90-х, массивные, с тонной набивки и паршивой вентиляцией. Порекомендовать Volume 7 можно лишь легким игрокам, либо тем, кто ценит мобильность и высокое чувство корта, ну или тем, кто планирует использовать их раз в иногда, так сказать, воинам выходного дня. Ну или, как я сказал в обзоре, в качестве лайфстайла. В этих случаях семерками можно даже наслаждаться долгое время. Но если ты крупный или прыгающий игрок, который ищет себе постоянную пару на регулярной тренировке минимум 3 раза в неделю, мимо Volume 7 лучше пройти стороной. Помимо сниженного ресурса пены в носке, большого веса и откровенно паршивой вентиляции, у них нет явных недостатков. Да, спорный дизайн, не самые удачные аттракции на пыльном паркете и странный выбор материалов присутствуют, но серьезного отвращения не вызывают. Вообще, я не могу назвать семерки откровенно плохой игровой моделью. Играть в них вполне можно. Просто на фоне многочисленных конкурентов, их достоинства ощущаются не настолько яркими. В этой ценовой категории можно с легкостью найти немало более годных игровых педалей. Друзья, напоминаю о наших социалках, в которых большое количество интересной и полезной информации, не попадающей на канал. Также напоминаю о сервисе SD Sports, который великодушно отправил мне на тест данную пару. Ну и традиционно оставляю вас на день со своими блоперсами. Подметка представлена не... Как я неоднократно заявлял. Ла! Как я неоднократно... Ты делал мне палки. Айси в большинстве случаев это зло. По важному... В них скорее возникает желание чилить с корышами на природе рядом с мангалом Ивчанским. В общем, это такой прям жирный намек на возможную лайфстайловость... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ни одного... Ни одного... Ни... Ни... Ни единого намека на перфорацию. Все контракты... Все контакты смотрите в описании под ролик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!